Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дело в том, что мы выбрали кишечник поросенка и когда мы начнем его запекать мы увидим, что поросенок ну как бы стал плоским и некрасивым для того, чтобы это все было изящно вот такое приспособление вот такое приспособление свободно она двигается по вертелу вертел потом вытянется ну и все остальное потом вытянется можно конечно обойтись, скажем так ну литровую банку сюда засунуть и это все прошло бы но здесь вопрос еще как бы своего внутреннего престижа дело в том, что охотник идет на охоту он одевает патронтаж обязательно ли ему нужен это приспособление нет, не обязательно патроны можно носить в карманах но когда он идет с патронтажем он уже охотник, а не какой-нибудь там случайный залетный так и это, если у вас есть все необходимые приспособления то вы уже как бы на высоте а обходиться чем попало и как попало ну это уже как бы и не солидно что я делаю? я делаю вот что я специально взял нитку контрастную зеленую для того, чтобы ее было видно и буду пользоваться вот таким вот приспособлением это как бы видоизмененный крючок ну для прошивки обуви вот такой вот конструкции для того, чтобы можно было прошить поросенки чтобы его зафиксировать вот и соответственно я буду заниматься своим делом буду это все дело делать на ваших глазах а сам я буду покуда рассказывать, чтобы не терять времени я буду рассказывать о том, как выбрать правильно поросенка для запекания дело в том, что я изучил массу материалов в интернете и некоторые люди вот с таким устором описывают да, вот это барское блюдо вот это буржуйское блюдо поросенок и начинают описывать как они запекают поросенка и при этом употребляют такое слово молочный поросенок поверьте моему опыту и здравому смыслу поросенка выбирать не стоит на рынке где он уже лежит маленький такой разделанный аккуратненький и называется он гордо молочный поросенок ну во первых в молочном поросенке собственно говоря кушать нечего во вторых давайте рассуждать логически тот человек который занимается разведением этих поросят ждет того момента когда эта свинья родит этого поросенка несколько месяцев и трудно представить чтобы он дождавшись этого долгожданного потомства его зарезал и на рынке продал его тут же через несколько дней ну собственно говоря за бесценок потому что намного выгодней этого поросенка вырастить здоровую свинью взрослую и продать уже мясом вот скорее всего тот поросенок который продается на рынке как молочный он погиб трагически погиб по двум причинам причин могут быть основных только две первая причина он он погиб после недолгой болезни и этот фермер дабы не терять дабы не терять дабы не терять его быстренько разделал и вот этот холодный дорез продает как пригодное к еде что то и второй вариант он меньше травмирует психику но не меняет сути дела возможно на этого поросенка при кормлении легла мама свинья и естественно задавила то есть поросенка надо выбирать на рынке или фермерском хозяйстве живого за свои кровные вы достойны качественного продукта после убоя щитина соскабливается ножом поливая кипятком брюшина поросенка на верителе зашивается тем же шпагатом с помощью того же крючка обратите внимание для фиксирования ног поросенка я заготовил две палки размером меньше ширины передние и задние ноги привязываются к палке таким образом представляя как поросенок будет лежать на блюде время запекания занимает не менее двух часов на среднем огне готовность определяется проколом в области передней лопатки по цвету вытекающей жидкости хвостики ушки обертываем фольгой чтобы не сгорели благодаря тому что все металлические крепежные детали очень подвижные относительно вертела поросенок очень легко соскальзывает с вертела шпагат разрезается и вытягивается с мяса все железки тоже вынимаются в обратном порядке делаем свинюшки глазки из оливок и приглашаем на парадное блюдо на котором она будет возлежать на столе ну и приятного аппетита подъем на гелет у с лимон до 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Достаем курочку... Достаем курочку... Ну и, соответственно, приглашаем ее на веркер... Добро пожаловать, дорогуша... Примерно... Вот так вот... Ну и фиксируем... Фиксируем, чтобы не проворачивалось... Вот так вот... В принципе, можно насаживать по-разному... Можно... Как бы... С груднины в спину... Ну, для красоты... Более симпатично смотрится на вертеле... Когда они надеются... Вот таким образом... Как я сейчас делаю... Вот... Первый пошел... Приглашаем вторую... Иди сюда, дорогуша... Достаем из... Маринада... Достаем курочку... Тоже ее... Вот так вот... Мы делаем... Вот эти... Острые части... Продеваем вот таким вот образом... Дальше промежуточные... Вот так вот... И... Приглашаем... Третье... Когда... В процессе, как бы... Эволюции... Всего этого дела... Преготовления мяса на... Костре, на огне... Я испробовал много разных способов... Приготовления маринада... Сейчас... Если не останавливаться... На конкретном составе... Сейчас я поступаю так... Лук, чеснок... Измельчаю на блендере... Вот... До состояния кашицы... И у меня это уже служит основой... Как бы... Дальнейшего... Маринада... Поначалу резал кольцами... Поначалу... Приходилось по-разному... Как бы... Измельчать... На мелкие кубики... А сейчас я решил... Что... Вот снова... Это... Измельченный лук, чеснок... Как бы... В нужной пропорции... На блендере... Вот... И все остальное... Потом уже... Вода и специи... Вот... И тогда... Вот так вот... Примерно у нас вот... Получается вот такая вот... Красивая картина... Не знаю как вам... Может покуда не аппетитно... Ну... Это смотрится хорошо... Ну вот... Собственно говоря... Прошло полтора часа... Огонь уже перегорает... Ну и пора посмотреть... Что же у нас там получается... Ну и время от времени... Проворачивали... Вот так вот... Делали... И сейчас мы посмотрим... Что здесь у нас... Получилось... Ну вроде бы... Как получается... Неплохо... Это конечно на любителя... Мы допустим... Наш коллектив... Любит более зажаренных... Курочек... Поэтому мы... Поддерживаем... Более сильный огонь... Получается... Вот такая вот... Красота... Сейчас будем снимать... И готовить на стол... Будем считать... Что у нас... Дошло до готовности... Вот такая вот... У нас... Красота... Горячая... Надо... Осторожненько... 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 Дабы не было... Ой-ой-ой... Вот так вот... Дорогуша... Вот так вот... Дорогуша... 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 Дорогуша...